Монгольские войны, за всю историю монгольских походов, они не стремились вступать в контактный бой. На самой территории Монголии в данный момент археология практически клинкового оружия и доспехов не знает. Монголы доспехами не пользовались. Они именно дистанционным боем. Наши луки стреляют на 250 метров, может кто-то один лучше стрелял, может дальше стрелял. Для них это просто, они все в нас попадают, просто вот практически. Плюс еще очень важный момент подготовки. Так как это постоянно тренировалось, это было объектом престижа, например, можно почитать даже в 19 веке еще, например, буряты, так называемые братские мужики, как их у нас называли на Руси, они проводили соревнования по стрельбе из лука. Например, одно из соревнований, это когда удалец, вот ставится деревянный пень, он на лошади скачет вокруг этого пня и должен подряд выстрелить вверх три стрелы, и условие какое, они не только должны попасть в этот пень, что само по себе очень интересная история, но они должны попасть в одновременно. То есть он должен их пустить по разной траектории, то есть с разной силой натянуть лук, то есть первую, соответственно, больше, вторую меньше, третью меньше, и они должны одновременно воткнуться в пень. Вот степень одновременности объявлялась победой. Например, монгольские соревнования до недавнего времени, до начала 90-х годов, они проводили соревнования традиционные по яси Чингисхана. Каждый монгол должен обладать тремя искусствами. Он должен уметь скакать на коне, он должен уметь стрелять из лука и уметь бороться на поясах у них борьба. И с недавних пор, в начале 90-х оставили только скакать на коне. Почему? Дело в том, что в яси Чингисхана не указывается, что в соревнованиях не могут участвовать женщины. Ну потому что в 12 веке никто даже не мог представить, что женщина захочет бороться. А в 20 веке женщины монгольцам сказали, а почему мы не боремся? Ну как бы в яси же ничего не написано, что женщины не могут бороться. И монгольские женщины стали мужчин монгольских забарывать. И тогда соревнования по борьбе отменили. Сказали, что ну как так, ну не может такого быть, что у нас там чемпион Монголии по борьбе женщины. Ну как так вообще, не очень хорошо. И отменили. А потом отменились соревнования по стрельбе из лука. Почему? Потому что соревнования по стрельбе из лука было очень четко прописано правило. Там была мишень размером порядка 25-30 сантиметров, как тарелочка. Она стоит на подставочке, и судья стоит рядом с ней, наклонившись, вот так на нее смотрит. И они должны стрелять два лучника, и кто быстрее попадет вот в эту, ну в серединку. Потому что то, что они оба попадут в серединку, это было точно известно. То есть они оба попадут. Важно было вот кто первый. То есть вот. И чья первая стрела прилетела, то значит молодец. Но когда несколько судей застрелили современные монголы. Потому что современные монголы гораздо хуже стреляют из лука, чем ребята в 13 веке. И сказали, что, наверное, давайте как-то уже это, не будем. Потому что менять правила нельзя. Чингисхак же вот так заявил. А как бы, соответственно, все. Значит просто отменить. Вот. Это все к вопросу о чем? То есть массирование, применение дальнобойного оружия. Массирование. То есть когда большие массы войск. Например, вот опять, что нам говорит о размере натяжения. Как, например, мы сейчас можем понять, что у них были такие мощные луки. Потому что кто-то может сказать, да откуда вы знаете. Может у них и не было таких мощных, а было совсем все по-другому. Это очень хорошо коррелируется с весом наконечника стрелы. То есть если у вас стрела средняя, условно, вот наша, допустим, для русской, весит 10 граммов, 8 грамм наконечник, да. А наконечник стрелы денисейских Кыргыза весит 40 грамм. Вот такой вот с ладонь железка. То есть если в руках упадет, просто отрубит руку. Вот такой ширины. Трехлопастная. Вот такая здоровенная. То выстрелить такой стрелой из лука с натяжением, там, меньше 40 килограмм, просто невозможно. Она не полетит. Раз, она вот тут упадет. То есть она не улетит. То есть это очень мощный лук. Только таким луком можно было стрелять. И так как мы точно знаем, что их применяли в боевой обстановке, потому что есть костяки, рубленные такими стрелами, найденные. То есть это точно... А их в людях находят. То есть это явно ей стреляли в человека. То есть это боевая вещь. Соответственно, как мы точно знаем, что действительно у них были очень мощные луки. И это, собственно, и послужило вообще основой победы. Что же произошло, да, и как бы встает законный вопрос. А что же мешало нашим предкам быстро, ну, перенять, да, как бы, и почему нет? Тем более доспехи-то у нас уже есть, в принципе, доспехи хорошие. Мы перенимаем быстренько и все. И побеждаем. Но, опять же, тут сказалась разница в организации. Вот. Прежде всего потому, что на тот момент у нас это было феодальное ополчение. Ну, феодальное ополчение. Оно подразумевает, что есть какой-то феодал, есть люди лично, ему преданные, дружина. Это не может быть много людей, потому что они живут за счет князя, и он их кормит. Он собирает дань вот с населения, да. А у монголок была совершенно кардинально другая ситуация. У них все население составляло войско. То есть, например, почему, например, появляются, допустим, легенды там про амазонок. Например, вот сражающиеся женщины. Просто, например, в крупных сражениях бывало, что женщин тоже убивали. Ну, под горячую руку там попадет, зарубит топором там. Потом трупы, когда перебирают, ну, видишь же женщину, да, она зарублена. Это было сражение. Ну, естественно, какая мысль? Ну, она, значит, сражалась, да. А она могла как раз стрелы подвозить. То есть, она непосредственно в бою не принимала участия. То есть, они все движутся ордой. Впереди идут мужчины, самые крепкие парни, на хороших лошадях, подготовленные, физически очень крепкие, моральный дух высок. Где-то по краям скачут подростки, ну, молодежь, которых там еще, может, и навыки. Они так сильно, может, стрелять не могут. Ну, они вот составляют общую массу. А сзади идет обоз. Там женщины, старички подают стрелы, все. И, соответственно, визуально, во-первых, создавался какой эффект? Вот вы едете, у вас там князь, дружина, там, условно, вас там 300 человек. Вы там думаете, ох, мы какие герои, да? И вы сталкиваетесь с отрядом, который визуально, вы видите, что он там 3000 человек. То есть, визуально их 3000. То есть, вы же не можете подойти и посмотреть, что их там тоже 300 мужиков, да? У вас 300, а их 3000. Они же вот на расстоянии там 3-4 километров, это просто масса конницы, да? И непонятно, кто там. Там могут быть дети на лошадях по краям, но вы же видите, что это всадники, да? Там какие-то пики там что-то, они по вам стрелять начали. То есть, вы уже, как бы, моральный дух немножко проседает. Потому что вы явно в явном, ну, как бы, в меньшинстве воюете. Вот. И до этого сразу не догадались. То есть, достаточно долго этот эффект срабатывал. Причем не только с русскими. Это отлично работало, допустим, в Венгрии, когда монголы пошли в Европу. То же самое. То есть, когда орда кочует, и эту орду все народы воспринимают как целое войско. То есть, там, что каждый там является воином. Хотя, конечно, в кочующей орде далеко не, даже там не 50% составляли, ну, непосредственно военных. То есть, тех, кто ведет бой. Ну, опять же, в случае, например, если отряд противника терпит поражение, что мешает, допустим, тем же, допустим, подросткам участвовать в преследовании. Правильно? Там же не требуется уже какое-то мастерство. Вам надо ехать и стрелять в убегающих людей, в общем-то. Никакой тут уже даже и умений не требуется. Там и женщина может, в принципе, так же ехать. Они же на охоту женщины ездят. То есть, в принципе, из охотничьих луков они стреляют. То есть, поэтому, как бы, уже не нужно ни с кого побеждать. Вы просто добиваете отряд и максимально его преследуете. И, например, опять же, это в этом тоже составляло отличие. Потому что из-за того, что у нас, например, до войн с монголами и с кочевыми народами, вот именно таких серьезных сражений, была такая позиция, что вот мы выиграли бой, да, и мы должны стоять на месте боя, чтобы показать, кто, чтобы за нами поле боя осталось. Это важно. А так как кочевники, они, в принципе, сражаются в поле, ну, как бы, вот, это все поле. То есть, и, как бы, им стоять-то вообще, как бы, смысла никакого нет. То есть, это поле, оно не, вот, степь, она и тут степь, и вон там степь. Как бы, то, что вы тут стояли, вы никому ничего не докажете. Поэтому у них, например, тактика преследования, она была всегда. То есть, они максимально преследовали, добивали противника, пока могли догонять. Либо пока стемнеет, и он в темноте убежит. Либо, если есть возможность, какой-то загнать его в реку, там, перестрелять. Ну, то есть, они именно преследовали, потому что они понимали, что надо максимально выбить живую силу. То есть, они не старались захватить географический пункт. И это тоже сильно повлияло на первые столкновения и разгромные столкновения. Почему? Потому что, грубо говоря, наши, это были, как бы, ну, даже произошло поражение, да, там, мы начали отступать. Ну, и мы, как бы, думали, ну, мы сейчас будем отступать, да, а они будут ждать, до следующего дня, что вот, а мы отступим, потом перегружим. А нет, они не ждут. Они за нами едут и непрерывно по нам продолжают стрелять, пока у них там боеприпасов не кончится. А у них боеприпасов много. Вот. И вот именно вот эта разница в военном подходе, в менталитете, в военном подходе и в ведении боя, да, она сильно сказалась. И вот эти первые сражения Руси с монгольскими войсками, они очень сильно повлияли, именно поражение, они вот отсюда имеют корни. То есть, маленькая дистанция боя относительно противника, не стремление преследовать противника, а противник, наоборот, склонен. Плюс, ну, допустим, тактика притворного отступления, которую, в принципе, все кочевники, ну, применяют. То есть, когда нападают, потом отступают, а вы за ним погнались, а они вас ударили контрударом. С этой тактикой русские были знакомы, потому что половцы также воевали. То есть, у половцев, в принципе, также степная вся история была. О, гляньте-ка нам какие идут. Два половца. Печенега. То есть, с этим были русские знакомы. И, в принципе, тут ничего удивительного не было. И в степи мы умели воевать. Но, из-за того, что дистанция боя была другой, степень противника массовости применения была другая. То есть, мы хотели, грубо говоря, сражаться с дружинами, с половецкими, с такими же, как мы. То есть, вот, нас приехало 300 человек дружины, их 300 человек дружины, полностью. И мы с ними сражаем мужчину на мужчину, все, как бы, честно. А монголам сразу приехала Орда, да. И там, как бы, и женщин, и дети, их очень много. Визуально, кажется, огромная армия. И, соответственно, это влияет на моральный дух, да. Там, как бы, уже кто-то говорит, да ладно, что вообще воевать? Смысл там, их, вон, там, вообще не посчитать. Он, там, за горизонт уходит, а у нас тут и есть, и всего ничего. И это сильно влияло. Вот, постепенно, да, постепенно, ситуация стала меняться. Почему? Потому что, во-первых, древнерусские воины стали меняться, как бы, то есть, допустим, произошла, ну, это уже гораздо позже, да. То есть, этот процесс шел медленно. То есть, в 13 веке, встретившись первый раз, все это очень долго продолжалось. И в 16 веке, да, уже, собственно, когда, в конце 15-го, начало 16-го века, происходит, так называемая, ориентализация. Это когда, ну, наши предки, русские воины, полностью в войне с качельниками перенимают их тактику. Причем перенимают все. И луки, и седла. У нас такие же лошади уже маленькие, которые не склонны к копейному удару. То есть, мы полностью, полностью все копируем. И с этого момента у кочевых, значит, всех этих товарищей начинаются проблемы. Потому что, если до этого бой велся за явным, грубо говоря, преимуществом, и, например, там, ну, были у них поражения, да, например, битва на реке Пьяне, да, где монголы переправлялись через реку, а наши неожиданно выскочили на копья и их там подняли на берегу реки. Ну, это просто удачное стечение обстоятельств. То есть, монголы переправлялись, может быть, у них луки были мокрые, а может быть, просто была, скорее всего, была просто короткая дистанция боя. То есть, они их не увидели. То есть, наши выскочили внезапно, и на короткой дистанции они не успели открыть огонь, они по ним ударили в копья, и, понятно, тут уже, как бы, они потеряли свое преимущество. То есть, уже сражаться на мячах, в принципе, наши тоже хорошо умели, и, в общем-то, чудес никаких не было. Поэтому, используя эффект нежирности, наши их опрокинули. То есть, в принципе, это не было таким непобедимым войском, которым невозможно было победить. Отдельные сражения наши выигрывали, конечно. И этот долгий период, да, рентализация, он затянулся почти на 300 лет. Но, тем не менее, в XVI веку, только полностью переняв тактику, полностью переняв снаряжение, полностью переняв все боевые приемы, наши воины сравнялись, да, сравнялись, а потом появилось что? Огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие, да. Как поется в одной хорошей песне, да, против сотен стрел рулит огнестрел, понимаете. Вот, как только появились ружья, появились пушки, вот, тут уже все совсем поменялось. То есть, и уже в XVI веке, в середине, да, уже появились, допустим, новые тактические приемы. Например, когда наши воины, понимая, что они уступают в маневренном конном бою, ну, в силу объективных причин, у нас не ездят с детства дети на лошадях, там, и не так много стреляют из лука, поэтому мы, конечно, уступаем. Стали быстро строить маленькие укрепления, городки, так называемые, или применять гулей город, это когда из повозок делали, ограждали, и огнестрельное оружие, соответственно, обучить стрельбе из огнестрельного оружия гораздо быстрее, чем из лука, гораздо быстрее. То есть, никакой физической силы для этого большой не нужно. И, спрятавшись за этими укреплениями, даже слабо обученный человек, не очень физически сильный, и на лошади он плохо ездит, но зато он умеет стрелять из дружья. И, соответственно, ваши эти прекрасные парни, значит, с луками подлетают, хотят пострелять из лука, а по ним уже начинают стрелять из пушек картечью, и из мушкетов пулили. И на этом как бы все. На этом преимущество закончилось, и постепенно уже как бы монгольская вся эта история, собственно, и закончилась. То есть, тактического преимущества уже не было. Но бывали и курьезные случаи, да. Вот, например, мы как бы сейчас чуть древнее удревняемся, но это все одна история. Например, вот здесь в Елецком уезде, в начале 17 века, уже 17 век, уже с крымскими татарами воевали. Ну, крымские татары тоже наследники Золотой Орды в какой-то степени. И у нас наши служилые люди, местные, вот, появились пистолеты. Как бы, вот, они поездили, съездили на Смоленскую войну, посмотрели там, все стреляют из пистолетов, с лошадей, круто, как бы, вот, у нас же пистолеты. И они быстро накупили себе пистолетов. Вот прям, все остались пистолетами, все стало круто. Вот, а потом выяснилось, что монголы, крымские татары пистолетов не покупали. По-прежнему стреляют из лука. А дистанция боя из пистолета, это, ну, совсем небольшая. То есть, 25-30 метров там, ну, как бы, все. А крымчаки не подъезжали на такое расстояние. То есть, они стреляли по-прежнему из лука и очень быстро стали наносить нашим служилым людям серьезные, как бы, поражения. И тогда был царский указ, который запретил пистолеты. Просто сказали, всем убрать пистолеты и давайте, ребята, либо карабины, чтобы дальность стрельбы была, либо луки обратно. И заставляли людей обратно стрелять, учиться, переучиваться на луке, потому что, к сожалению, как бы, не смогли при помощи пистолетов решить эту проблему. Значит, что касается, значит, вообще еще одежды, да. Ну, вот на мне костюм золотарезанинского воина 14 века, он практически весь шелковый. Вот. Они летом старались одеваться достаточно легко. То есть, шелк, он достаточно хорошо дышит, в нем в шине заводится. Вот. Он, как бы, в жару в нем гораздо комфортнее, чем в шерстяной одежде. Вот. Но зимой они использовали, в принципе, меховую одежду. То есть, это вот как современный, в принципе, военный тулук, да, вот, нагольный тулук. Он восходит к тем далеким временам. Не знаю, все, знаете, шапку-триух, да, с ушами, это тоже все. Вот, в принципе, это вот оно же, только из меха. Вот. То есть, вот эти все монгольские ребята этим успешно пользуются, потому что климат у них очень суровый в степи. То есть, если в степи там минус 20, то это гораздо хуже, чем в лесу минус 20. Поэтому теплая меховая одежда, теплые меховые сапоги мехом внутрь, вот как унты. Да, унты все знают, в принципе, унты, они от этого все произошли. Летом вот такие сапоги легкие. Подошва еще каблука не имела, то есть, у них был внутренний каблук тонкий. Кстати, как определить вообще, пользовался ли человек мягкой обувью или с твердым каблуком? Это очень хорошо определяется по форме стремени. Вот, если стремя имеет D-образную форму, с нижней палочкой ровной, то есть, ровная нижняя часть, то значит, у него твердая подошва. То есть, он опирается на подошву. А если оно полукруглое, вот такое, вогнутое, то значит, у него мягкая обувь. То есть, он ездит в мягкую обувь. Так вот, кавалеристы монгольские, они в основном ездили в обувь мягкой, то есть, у них каблуках такового не было, то есть, у них еще такая, она достаточно слабенькая. Но стремена уже у них были, то есть, они вполне пользовались. Опять же, когда, допустим, говорят, что, знаете, как кочевники, там, они управляют колем, там, ногами, там, все вот это. Это, знаете, как бы, конечно, всегда есть отдельные люди, которые очень круто, там, как вот в цирке могут показывать фокусы. То есть, ну, они были, конечно, всегда такие люди были. Но в массе своей они пользуются обычными упряжью того времени, то есть, они пользовались стременами, пользовались, значит, всем правильным набором кавалеристов. То есть, собственно, от них произошел почти, ну, современный, который мы знаем. Вот, и всем этим мы успешно пользуемся, применяли ту, как бы, тактику и те возможности, которые у них были. Субтитры создавал DimaTorzok